Матч московских спартаковцев с ладикавказцами в июне непосредственно перед чемпионатом мира получил широкую прессу в связи с травмами лидеров москвичей Анопко и Ледяхова. Однако ответная игра в столице даже после скандала в первом круге не вызвала ажиотажа. Созидательные усилия Мухаммадьева и Промыфьи Писарева наблюдали около 3000 зрителей, утонувших в чаше лужников. Ладикавказцы в основном защищались. Романцевские же питомцы пользовались этим. А Леничев накручивает вялых защитников и у Писарева очередной шанс. Хапов поосторожничал, ожидая прострела и поплатился. За фолл последней надежды удаляется Даддеев. Непонятно, чем он недоволен и зачем толкает судью Куличенкова. Таков итог первого тайма. В начале второго блестяще играл Хапов. Этот человек-паук отбивал все, что летело в рамку. Чуть позже Сулейманов изящно сравнял счет. Вы этого увидеть не сможете. Так посмотрите атаку Таддеева. Новая возможность у Писарева. Но Хапов с шипами бутс останавливает мяч. Везет храбро. Так говорят в горах. Чуть позже фиксирует офсайд у Михаладиева. И гол не засчитан. Доверимся судям, которые всегда правы. За пять минут до конца дело шло к ничьей. Но неудачно игравший в тот день Пятницкий выводит на удар Илью Цимбаларя. И счет уже 2-1 в пользу чемпионов. Москвичам голы сейчас даются не без труда. А потому бурная радость закономерна. Отважный Хапов пошел забивать. Но имя героя матча уже не вызывало сомнений. Ну я бы не сказал так. У меня еще были моменты до этого. У Писарева были моменты. Но так роль лидера я бы не сказал так. Нет, ну в последнюю, самую нужную минуту забивает обычный лидер. Ну это просто фарт, случайность. Спасибо.